Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире. Это наша судьба, друзья. Обнимаем вас своими горящими сердцами, суперинтеллектренеры. Восьмой ранг летим уже к десятому. Читай Ивашку, родные сердца. Всех поздравляем, кто уже вошел, конечно же, в галерею славы на века. Поздравляем тех, кто уже ментально там, кто туда стремится, родные сердца. Вот сейчас послушали это. Айда, айда, айда. Записал себе прям. Избытки счастья у нас дома, друзья. Классно, да? У кого-то колбаса, у кого-то там какие-то еще продукты. У нас избытки счастья. Вот этим мы с вами и делимся, делимся. Я как раз вчера говорила в команде о том, что что такое благо дарю, благо дарю. Подарить ты можешь только то, что у тебя в избытке, если ты даришь. Благо, значит, благо у тебя в избытке. И смотрите, друзья, о чем хотелось сегодня поговорить. Вот задавали ли вы себе вопрос когда-то, чем отличаются успешные люди от неуспешных? Если не задавали, то вот мы услышали об этом лет 20 назад от наших первых учителей. Мы так далее узнали о сетевом маркетинге, да, и в нашу жизнь начали приходить какие-то новые вещи вообще, да. Новые слова, новые учителя. Так вот, успешные люди от неуспешных отличаются своими привычками. А привычки, друзья, это всегда помнить о своих целях, всегда быть в тонусе. Я вот что могу вам сказать, да. Ну вот мы многодетная семья, да. Я то беременная, то кормящая. Мне особо учиться было некогда, да. То кто-то на тиське висит, кого-то там то постирать, то ещё что-то. Но знаете, вот до этого, когда ещё я была девчонкой в школе, я услышала от Людмилы Гурченко всегда, если ты хочешь оставаться всегда в форме, ты должна быть всегда в тонусе. Всё в себя, в животик в себя, сзади тоже всё в себя, грудь вперёд, всё, плечики расправлены. Я это запомнила с детства, понимаете. Девчонка молоденькая, я это услышала фразу, да. Быть может, ту фразу, которую мы с вами тоже скажем, это запомнится на всю жизнь. Я, у меня всегда всё в себя. Муж меня полюбил, стройную, красивую. У меня всегда всё. Я после родов выходила королевой просто, даже любимой. Я всегда, у меня всё, я всегда в тонусе. Я никогда не позволяла себе расслабляться. И мне, в мой полтинник, я всегда в тонусе. И знаете, вот, друзья, когда мы познакомились, вообще узнали об этой системе суперджамп, да, нам же прививаются привычки успешных людей. И привычка быть всегда в тонусе, она тебя подталкивает. Ты всегда, ты всегда в форме, ты всегда в тонусе, ты всегда впереди планеты всей, ты всегда выполняешь все условия. привычка вырабатывается. Ну, вот я тоже прочитала об этом. Как прочитала? Я услышала об этом, когда мы столкнулись с сетевым, что 21 день прививается привычка. Какие-то препараты принимаются 21 день, потом немножко передохнули, и опять 21 день. И вот это 21 день засело. Друзья, вот если у кого-то что-то не получается, вот возьмите вот эту совету 21 день. 21 день ты чётко обливаешься, просыпаешься, утром просыпаешься, да. Ты чуть немножко съехали у тебя плечи, на ручку гляну, всё, я королева. Как наш Егор Величайший Белозёров сказал, ты королева и король. Не просто потому, что ты спинку расправил, а какие у тебя, какая ручка у тебя, какой стержень у тебя, да, какие у тебя тапки дома, какая посуда. Ты королева внутри. И это, друзья, тоже привычка. И знаете, что я вам хочу сказать? Вот когда мы начинали, да, первое, наверное, было такое, кто я? Вот кто я? И кто эти люди, которые передо мной? Упомянула сейчас Егора, да, а он, в принципе, нам в сыновья годится, потому что у нас старшая дочь, ей вот 12-го до 34 года будет, да, одной 34, другой 33, ну и так далее, да. Вот, а мы учимся у него. Он нам годится в сыновья, но мы видим, насколько у него привычка. У нас одна из дочерей спортсменка, и привычки, которые ей прививались, они на всю жизнь, дисциплина, всегда помнить о своих целях. И мы увидели, Виктор Одинцов сказал, великий, легендарный, кто я? Он светила, он говорит, поставил цель, и прохахакивай её. Мы тут недавно встречались с нашей королевой Нелли землянской, она такую фразу классную сказала, «Улыбка — это аттракцион, который всегда с тобой». Ну-ка, она проехала вокруг света дважды одна. Вот кто я, да? Я могу рассказать, как там ребёнка накормить, как там, ну, что-то вот с детьми, да? Но те люди, которые, вот мы с вами в ассоциации встречаемся, у которых мы учимся, они великие, легендарные, гениальные. У них уже прилетые эти привычки. Мы с вами только их перенимаем. Вот это я хотела сказать, любимые. Отлично. Всё, я отказала. Друзья, главный секрет... Я тебя никогда не подвожу. Никогда. Главный секрет вообще любого, кто добился какого-то хотя бы минимального успеха, да, в любом деле, это делать. Вот делание. И я могу сказать на 100%, когда мы пришли сюда, да, в ассоциацию, мы вот эту думалку свою, да, мы её отключили. Мы начали просто делать. Вот, наверное, яркий такой пример вам сейчас расскажу, да. Моя любимая мне рассказала в своё время, она там, ну, в школах, да, у них в школах, да, я думаю, у каждого в школе были какие-то соревнования, да, там, по футболу между школами. И вот там у них были соревнования по волейболу, по волейболу, вот. Это, ну, поселковая школа, да, рядом такие же посёлки, там, небольшие, вот. И приезжали команды из этих школ. В общем, межшкольные соревнования. И вот они там, да, тоже у них команда собралась, и они перед этим тренировались, им там что-то показывали, как, да, и что там делать. Как передачу делать. Как передачу делать, там, как принимать правильно, да, и всё остальное. И вот, когда начались соревнования, приехала какая-то команда из другого, там, тоже маленький посёлок, там, или деревня, да. И когда началось соревнование, они вышли с этой команды играть. Эта команда, и было видно, ну, визуально, что они вообще ничего не понимают. Не в правилах. Может быть, правила им там рассказали, да. Но как только мячик попадал им на их половину, они сразу просто брали и отбивали его туда, понимаете. Со всей, как говорится, дури. Понимаете, всё. Не зная там правил, каких-то там техник, ещё что-то, да. Вот мы, в принципе, начали это то же самое делать, друзья. Делать что? Просто начали этим делиться, 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 да. И вот сейчас, да, на этих тест-драйфах это ещё, ну, ещё проще это стало делать, друзья мои. Мне очень нравится такой пример, да. Вот когда делаешь, 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 да. Нет. Когда они выиграли. Да, они выиграли. Вот. Они просто там лупили этот мячик, и они выиграли, всё. А те, кто учился, да, вот речь о чём учился. Слишком умные. Слишком мы были умные, как правильно сделать передачу. А те, кто просто, скажем, отдались, вот, ну, ситуацию, да, процессу, и в итоге они выиграли. Вот и сейчас, да, тоже. Призыв. Призыв, да. Если вы сейчас пришли и ещё не запустили тренировку, просто начните это делать. Как вы умеете, вот с этим воодушевлением, да. Ведь вы же уже рассказываете о Супержамп, да. Почему рассказываете? Потому что от избытка сердца начинают говорить уста. Вот. Поэтому запускайте свои тренировки, родные сердца, и просто делайте, делайте, и делайте. И наши с вами тест-драйвы, друзья, это просто такой выход для того, чтобы попробовать. Но когда мы приходим, друзья, вот понимаете как? Бизнес начинается у нас всего лишь за тысячу. За тысячу долларов. Ну, чуть больше тысячи долларов, да. У тебя франшиза. У нас, конечно, есть наши, ну, тест-драйвы есть, есть начальные стартовые лицензии, да. Но это знаете как? Это вот, ну, наверное, для тех людей, у кого вот сложная жизненная ситуация, да, и он не готов сразу купить франшизу и сразу начать бизнес, а вроде бы как попробовать, да. Но бизнес, мы же понимаем, что вот на таких, ну, вот на таких небольших шажочках его построить гораздо сложнее. И знаете, вот я сравниваю тест-драйв и сравниваем мы бизнес-лицензию, да, вот первые-первые шажочки вот эти. Это как, знаете, вот у того, у кого есть хозяин бизнеса, и он платит зарплату тем, кто стоит в магазине, допустим, и даёт попробовать колбанку или даёт попробовать, ну, там, йогурт, что-то. Вот, ну, нашу бизнес-лицензию, да, можно так сравнить. Она, да, она даёт старта, она даёт возможность с нуля начать. Но мы же с вами понимаем, что если мы до великого, естественно, это наша с вами мастер-лицензия, это профессионал-лицензия, это супер-лицензия. И вот сегодня, о чём говорили наши спикеры перед нами, да, во что бы то ни стало попасть в галерею славы. А что такое галерея славы? Это ещё немножко прикоснуться к чему-то великому и перенять опыт у тех людей, у которых уже есть результаты, которые уже к этому прикоснулись. Друзья, вот сделали, ассоциация сделала, да, вот этот, ну, бизнес-статус, да, его назвали так «бизнес», но это на самом деле это ещё не бизнес, это начало только. Надо понимать, что это сделано для людей, которые испытывают, ну, материальные трудности. И как говорят, да, вот, ну, человек попал в тяжёлую жизненную ситуацию. Всё. Вот это для них сделано, чтобы они поднялись на эту ступеньку и двигались дальше туда. То есть там не надо задерживаться, там, ну, какого-то бизнеса международного, там нету родные сердца. Но попробовать можно. Но попробовать можно. Попробовали и вперёд, и вперёд, и вперёд. Но это кто должен показывать? Это мы с вами, да, уже кто, ну, в ассоциации, кто уже попробовал, у кого уже есть небольшая хотя бы команда, да, показать этому человеку, что давай, надо дальше-дальше двигаться, родные сердца. И ещё, да, хотелось бы, да, сказать. Вот этот принцип «делай-делай», да, это что такое? Это когда ты приходишь, да, вот сейчас Расул сказал, полтора года он делал, да, чтобы, ну, на трибуну выйти. Когда ты делаешь, 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 нету результата, да, но я стал лучше. Потом ты делаешь, 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 да, бац, есть результат. Пришла, допустим, вот, айда, да, всё, есть результат, да, опять делаешь, 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 да, нету результата, но я стал лучше. Опять делаешь, 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 да, бас, есть результат. Роберс пришел, все, команду, понимаете? Но главное, делаешь, 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 друзья. Не сидишь, думаешь, еще не подучиваешься маленько, да, потренироваться, а просто делаешь, делаешь, делаешь. И мы с вами, друзья, вот глядя на друг друга, глядя на результаты тех в команде, в тех, кто уже есть, у кого есть уже результат, мы с вами берем и делаем, мы с вами проводим тренировки, мы с вами даем попробовать эту великую. Рассказываем людям, это вот дает тебе шажочек в твоей жизни, и это дает тебе пример, прививает привычки успешных людей. Делаешь всегда, родные сердца, вот у меня сопли текут, и я все равно делаю. Сейчас, через час тренировка, понимаете? Будь здоров, уже сделал, друзья, понимаете? Это делаешь. Я вот смотрел тоже на Петра, видел, что у него тоже маленько он не здоровился. Каждый день в 7 утра, друзья, это привычка. Мы не пропустили ни одного 7 утра, ну, часового, понимаете? Это привычка, привычка. И тогда есть результат, тогда приходит Расул в вашу команду, понимаете? И вот такие, как мы, придут, друзья, понимаете? И лучше, чем мы придут. Потому что мы притягиваем гениальных людей. Потому что мы величайшие во все времена, и мы сейчас полетим, у нас будет лидерский, друзья, мы туда стремились попасть, и мы там. Всех туда зовем, туда, друзья. Наталья Аудиотренинга, Евгения и Наталья Ивашка в лидерском совете. Евгения и Наталья Ивашка, самая лучшая команда. Это аудиотренинг, и это тоже привычка. Друзья, обнимайте. Делайте. Все, передаем Петру величайшему. Продолжение следует...